Средняя линия трапеции, нет? Здесь гуманитария. Прямая, которая соединяет середины двух сторон трапеции. У треугольника тоже бывает. Она параллельна и равна по сумме оснований. Ладно, тысячу подсказок сделал. Вы пока думайте, а я попробую сделать чудо. Итак, внимание. Три шарика, три стаканчика. Под каждым стаканчиком ничего нет. Итак, внимание. Видите шарик? Он лежит на дне стаканчика. Я делаю волшебное движение. Шарик проходит сквозь нос стаканчика. Я беру следующий. Уже более смело. Второй шарик проходит сквозь нос стаканчика. Боже мой, здесь я просто даже не буду делать волшебные движения, потому что я чувствую, что каждый из вас волшебник. Все три шарика проходят сквозь нос стаканчика. Невероятно, да? И хочется даже предварительные аплодисменты сделать, но вы не знаете, можно ли. Можно! Сейчас многие из вас догадаются, что происходит. Я беру шарик, перекладываю в эту руку, бью. Шарик пролетает сквозь нос стаканчика, бросает шарик сюда, и этот шарик сюда. Под каждым стаканчиком шарик. А там в каждом стаканчике кофе. Итак, внимание. Куда вы хотите, чтобы шарик из-под среднего стаканчика улетел? Влево или вправо? Ты куда хочешь? Это сюда? Черт побери. А я договорился с тобой, что туда. Я все туда заготовил, но настоящий маг и волшебник должен, ну и учитель, выйти из любой ситуации. Отсюда? Сюда? Действительно ушел. Правда! Именно сюда! Ура! Следи внимательно за этим шариком, и он станет все ясно. Бросаю! Шарик улетает сюда, чудеса продолжаются. Итак, внимание. Под каждым стаканчиком шарик я убираю в карман. Под каждым стаканчиком шарик я убираю в карман. Итак, все шарики в карман. Боже мой! Шарик вернулся! Так. И этот вернулся! Друзья мои, что происходит? Шарики возвращаются. Они возвращаются. А теперь внимание. Раз, два, три. Эй! И у меня наши, тебе мой друг, яблоки мытые. Мои друзья, вы поняли, зачем мы собирали яблоки? Прошу вас. Так. Что с задачей? Видите? Важнейшая вещь это темп в любом представлении. Я ведь совсем забыл. У нас же презентация на книжке. Я как бы, да? Рассказываю о них. Вот здесь я рассказываю, как создать невероятно интересное представление. Фокусников. Маститых. Умеющих. Очень много. А вот ритм и темп выдержать в художественном произведении могут единицы. Итак, что с задачей? Есть идея? А задача действительно зубодробительная. И на первый взгляд кажется нерешаемой. Роднобедренной трапеции геогонали равны? Да. Равны. Вот этой точке пересечения они делятся на два кусочка одинаковых между собой. А вот этот угол прямой, а они смешные. Здесь значит сколько? Ну 180 выше 90. Сколько? Тоже 90. А прямоугольный треугольник с одинаковыми сторонами. Кто знает, почем у него уголь? Почем доллар? Все знают, а почем углы не все. Да 45, правильно. Потому что на два этих угла приходится 90, они одинаковые. И что? Получается, когда 12. Секунду. А мы проведем вот эту высоту, которая дана через точку пересечения. Вот этот отрезок под прямым углом, раз она высота. Угол 45. Здесь сколько? Молодец. 45. Два угла равны. Значит, треугольник равна где? Вот эта штука равна вот этой, да? А вот тут все то же самое. Наверху у маленького треугольничка вот эта штука, раз, два, три, четыре, равна этой. Итак, внимание. Один фрагмент высоты равен половине этого основания. Другой фрагмент – половине этого. А половина одного основания плюс половина другого основания – это нечто иное, ничто иное, как средняя линия трапеции. Поэтому вот здесь чудесным образом средняя линия трапеции равна 12. Ответ – 12. И сложность геометрии знаете в чем заключается? Вот ты решил эту задачу? Вернее, не решил, я ее задал, а ты мне на листке написал ответ – 12. Какие мои действия? Иди, рассказывай, да? Вот потренируйтесь, попробуйте дома задать, если у вас восьмиклассник, есть девятиклассник, эту задачу. Оказывается, простая задача, но вот это и есть чудо. Казалось бы, просто, ну что, шарик сквозь нос стаканчика провести. Сейчас, друзья мои, в связи с тем, что у нас не просто тут сборище посмотреть на громкого человека. Математика и фокусы. Теперь понятно, почему книжки так называются? Уважаемые друзья, настоящее геометрическое чудо. Три веревочки разной длины. Видите? В этой руке, удивительно, как это мне нравится, ничего нет. В этой руке по-прежнему ничего нет. Никаких секретов. Три веревочки разной длины. Чтобы вам было удобнее следить за перипетиями этих веревочек, я соберу все шесть концов вместе. Поняли? Все шесть концов. Итак, что-то я забыл, как я делал. Вот это да. Ну ладно, внимание. А что я могу сказать себе в оправдании? Итак, еще раз. В этой руке ничего нет. Я попробую воспользоваться советом Юрия Никулина. Руки-то помню. В этой руке ничего нет. Итак, внимание. Собираю все концы веревочки вместе. Надо поменьше думать. Когда ты не думаешь, у тебя все получается. Потому что мышечная память никуда не денется. Итак, три веревки, шесть концов. Не так ли? Чистая математика. Внимание! Наши веревочки! Чуть-чуть подвольняю. Превращаются в три веревочки одинаковой длины. Ни один из вас не заметил, что в этой руке ничего нет. В этой руке тоже ничего нет. А веревочки я сумел подменить. Теперь, внимание, три веревочки одинаково длинны. Любой может сделать, а вернуть все назад. Вот в этом и заключается главный фокусный трюк. Три веревочки, шесть концов. Не так ли? Они были одинаково длины. Надо все вернуть. И три веревочки от разной длины. Слава Богу! Слава нашим ученым, которые открыли мышечную память. Приветствую! У нас, друзья мои, чемпионы керлинга. Керлингисты, девочки. Мне сейчас понадобится девушка с высоким болевым порогом. Готовы? Вы? Прошу вас. Давайте. Ну давайте. Давайте знакомиться. Меня зовут Петр Аваз. Татьяна. Татьяна, сейчас Татьяна. Можем вашу очаровательную руку. Протяните руку. Вот так. Можете ее держать? Хоризонтально. Сейчас мы обвяжем руку Татьяны. Плакон. Весьма крепко. И так. Пальто. Рука. И элегантная кофточка. Я прошу вас, сударь. Вы можете взять Татьяну за руку. Прошу вас к зрителям. Для чего я это делаю? С этой стороны элегантное плечо, великолепное тело и очаровательная голова. С прекрасным лицом. А здесь юноша полной жизни закрыл эту руку. И так. Внимание. Платку некуда деваться. Я хочу спросить близкие коллеги здесь. На шатырь. На шатырь. Есть медик. Есть, по крайней мере, люди, которые проходили медицинскую подготовку. И так. Внимание. Раз. Два. Три. Платок проходит сквозь человеческую ткань. Пожалуй, одни из самых терпеливых и крепких и внимательных людей. От Ленина до труда. Что же мы о математике ни слова не скажем? Друзья мои. А есть ли что сказать? Вот это... Вот это... Ну ладно. Бог с ним. Потом найдем, не найдем. Посмотрим. Решение же мы отыскали. Решение же мы отыскали. Ни ты не считал. Ни ты не считал, ни он не считает. Никому не надо сдачу. Поэтому математика не нужна, чтобы в кассе считать. И никогда не была нужна. И никогда не была нужна. Разрываем купюру на две равные части. Складываем вдвое. Казалось бы, я ее сейчас соединю. И не будет никаких вопросов. Но я решил усложнить себе жизнь. Я разорвал ее на четыре куска. Всем видно? Внимание. Я на мгновение собираю вместе. Делаю волшебное движение. И вы на самом деле думали, что данную бумагу можно соединить, да, товарищи взрослые? Кто-то, я даже слышу, где-то там в последних рядах сказал, У фокусника не получилось. Как бы смело, а может быть пошло это не прозвучало, милые дамы. У меня никогда не бывает, чтобы не получилось. Мне нужно ваше дыхание. Чудо! Друзья мои, во время фестиваля читающий голос все становятся волшебниками. Как-то направьте, не знаю, вот так, ну, стереотип. Давай, давай, и вы, и вы еще. И ты. Итак, внимание. Боже мой. Неужели? В самом деле? Что же происходит? По-моему, вы их настоящие волшебники. Наша культура абсолютно села. Боже мой. Натя, дед. Посмотри, кем я стал. Я? Аня. Нет. Фокусник. А, при чем здесь математика, друзья мои? Вот, фокусы похожи на задачу. Задача было условие, были подсказки, решение. По крайней мере, в учебнике хотя бы в конце ответы. Верно? Я вам показал фокус про то, как разрывал купюру. Хочется наградить вас. Все-таки вы должны уйти, чему-то научившись. Я хочу показать вам, как я это делал. С помощью двух салфеток, друзья мои. Вот я беру две салфетки, так, и с помощью них мы покажем этот фокус. Вы понимаете, что купюр была не одна. Две, может быть и три. Итак, внимание, их было две. Одна купюра где-то здесь. Осознаете? В руке. Вам надо натренироваться, ходить, чтобы ее никто не видел. Вторую купюру вы должны вот таким образом на глазах изумленной публики разорвать хоть на сколько частей. Верно? Вот, она у вас здесь. Ваша задача теперь какая? Поменять местами эту салфеточку вот с этой. Верно? Что для этого надо сделать? Отвлечь внимание. Отвлечь внимание. Ваша цель как-то вот эту переместить сюда и поменять. Что, какой есть прием? Любой. Любой прием. Но лучше всего подходит такой. Я говорю, сейчас я достану волшебную пыль. В этот момент, только ты должен не с вами разговаривать, а прям посмотреть на эту карманку. Если я туда посмотрю, все до одного посмотрят туда. Я просто меняю, да? Поменял местами. И все. И разворачиваю эту салфетку. Получаю, значит, так сказать, какие-то... Ну, сейчас жидкие аплодисменты, потому что разговаривают мальчики. Вот. А вот эту салфетку, друзья, ни один человек не должен заметить. Даже... Ну, либо нет. Даже вот кто сзади стоит, или вдруг ты неловким движением как-то ее приоткрыл. Если вдруг ты услышал. Да у него вторая салфетка. Ты не имеешь права опускать Рена, мой настоящий волшебник. Ты обязан ее восстановить. И так, внимание. Друзья мои. Я полагаю, как я вам и говорил, у меня всегда все получится. Все салфетки абсолютно обшелые. Я пропустили, извините, проверяю. Но я вас все равно чему-нибудь научу сегодня. Как хорошо, что у меня жена увлекается шитьем. Она до сих пор не может мне простить этих прекрасных дорогих ножниц. Итак, веревочка. Это уникальный инструмент не только в жизни фокусника, но и в жизни любого учителя. Чуть не сказал. Посмотрите. Ну и веревочка, во-первых, должна быть, наверное, где-то около инструментального ящика дома. Например, собрались вы строить вот в этом месте, вот в этой точке прямой угол. Ваша задача взять любую какую-нибудь доску, провести прямую. Так, ну доски какие-нибудь валяются на огороде. Затем берем ножку циркуля, натягиваем вот так, делаем засечку, ничего не меняя здесь делаем засечку. Получили два равных отрезка. Теперь циркуль берем чуть больше середины, ну неважно чуть или лишь бы было больше середины. Делаем раз засечку. Не меняя раствор циркуля или в данном случае раствор веревочки, делаем два. Вы осознаете, что произошло на местности. Мы построили первый прямой угол нашей бани. Мужики, я вам подарил сейчас то, за что вас жены будут носить на руках. Потом берем доску, ставим прямой угол. И можно смело идти в беседку, пить чай, наливать кофе, компот, а то и студии. Но веревочка, она же и для волшебника. Так, проверим веревочку, дети. Проверим веревочку. Сейчас кто-то из взрослых разрежет. Время неспокойное. Нормально веревочек? Молодец. Удивительно, просишь детей проверить веревочку, они ее пытаются порвать. Так, середина веревки, кто разрежет? Ну, разрезать мы сможем. Так, вот середина. Молодцы, благодарю вас. Так, а в предыдущем моменте вы не обратили внимания, что я попытался консультировать? Вот, дарим вам подмигнуть и как-то просить промазать. Что ж теперь делать-то? Остается одно. Слезать. Ладно, свяжем. Итак, внимание. Смотрим на эту руку. В этой руке все чудо. Кто-то, наблюдая за моей рукой, начинает хохотаться. Кто-то засыпать, но равнодушных она не оставляет. Постабилитный перспектив. Итак, внимание. Все здесь. Наматываем веревочку на руку, помещаем узел туда, достаем что? Волшебную пыль. Как я вас? Я же все рассказал. Внимание. Раз, два, три. Веревочка целая. Проверяйте. Абсолютно целая. Сейчас, дорогие друзья, погода начинает нас радовать. Я... Сейчас, конечно... Теперь уже никто не поверит, но на самом деле вначале я применил какие-то способности, чтобы вышло с вас. Ладно, обойдусь без тряпки. Внимание. Этот фокус я называю по имени... Что-то я переборщил. Девять, ну ладно. Хотя нет, девятка, он сюда нормально войдет. Девять цифр! Девять цифр! Кто-то сказал, что изобретение этих девяти цифр, наверное, лучшее какое-то изобретение человечества. Маша Жорина училась в пятом классе, сейчас она восьмиклассница. Удивила меня, мастит она, значит, магой волшебника. Показала на каком-то уроке фокус. Говорит, можно я, Петр Александрович, в пятом классе покажу фокус? Я говорю, давай. Значит, выходит она и говорит. Назовите четыре любые цифры отсюда. Товарищи. Семь. Семь еще? Четыре. А, подождите, я фокус-то не приготовил. Так, сейчас будет? А, я знаю, как сделаю. Сейчас будет. Прошу, вообще. Заготовочка готова. Поехали. Поехали. Семь. Пять. Пять. Девять. Девять. Три. Пять, семь, девять, три. Пять, семь, девять, три. Эти цифры мы уберем, они нам не нужны. Так, назовите три каких-нибудь. Один. Два. Один. Четыре. Два. Четыре. Один, два, четыре. Они нам не нужны. Из двух оставшихся. Шесть и восемь. Назовите одну. Восемь. Какую? Восемь. Восемь. Вы называете восемь. Что ж, выбор ваш я принимаю. Итак, дорогие друзья. Маша Шорина и мы всем классом выбрали какое-то число. Я уж там не помню, какое оно нам глушило. Удалось ли мне? Тоже не знаю пока. Итак, вы, вы выбрали число восемь. Я выбираю чемодан. Вы видите, что в моих руках ничего нет? Внимание! Внимание! Чтобы в этой части было тоже видно. Мел! Что? Мел! Мел! Восемь. Да, Мел! Хорошо. Я больше беспокоюсь за микрофон. Четыре. Итак, дорогие друзья. Я приглашаю вас читать книги не только мои. Читайте Цветаеву. Если вы будете читать Цветаеву, 130 лет, которые мы отмечаем в этом году, и если не будете читать мои книги, а будете читать стихи Цветаеву и учить наизусть, я буду... Я готов на это! Готов! Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино. Может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме друг. Есть окно такое. И так далее. Ну, а вот здесь, в этих книжках, вы окунёлись в мир фокусов, в математике. Здесь вообще кайфанёте от геометрических задач. А здесь от настоящих чудес. Здесь... Вот я сейчас просто двух слов скажу. Может, автор так говорит, не может, но... Вот эта книга, я считаю, что уникальна. Первое. Здесь собраны математические, не только фокусы. Но я рассказываю поэтапно каждый шаг. Во многих книгах по фокусам просто сказано, держите купюру за ладони. А как её там держать? А вот здесь есть вот эта мышца. И когда ты её чуть-чуть прижимаешь, можно что-то здесь захватить. Это всё нужно показывать. Нужно конкретно показывать, где купюра, как разрывается. Иначе ребёнок ничему не научится. Я рассказываю каждый шаг математического фокуса. И, что удивительно, даю не просто инструкцию, как его выполнить, а даю строгое математическое обоснование, основанное на свойствах чьихся, на геометрично-технической программе, если это восьмой класс. и ещё на разных вещах. И самое главное, даю рецепт успешного представления, как собирать людей. Никогда не показывай фокус два раза подряд одной и той же аудитории. И никогда не рассказывай секреты никому. даже у меня никто не знает, как они не пытались выпытывать. Поэтому в заключении... А, вот же, давайте я вас научу всё. Опс, вот он, получается, сказал, что научил, а не научил. Внимание, вы видите, скоро 23 февраля, 8 марта. Надо блеснуть, да? На корпоративе. Новый год. Итак, внимание, на этой руке, видите палец? На левой руке. На правой руке тоже один палец. Один палец, один. И вдруг, и оба на левой руке. Пожалуйста, вы можете разорвать любую аудиторию. Всем большой математический привет. Любите математику. Пожалуйста. Всем... И... Галёрка. Всем секторам. А книги где живо брать, где можно книги брать?